И момент, когда мы берем змею, нашего Мартина, мы его называли Мартин, и Риска, ну Мартин Риска, в общем, мы пока не знаем, что это за пол. Вика сейчас уберет крышку, она вот уже, она уже напрягается, подожди, я тоже напрягаюсь, подожди, это значит нападение анаконды на людей. Она уже напряжена, понимаешь, а я тоже напряжена, как бы, руки вроде нормально пахнут, но я пока отручусь, ты пока поговори, а вот подожди, вот, слушай, надо, наверное, тогда взять вот эту вот штуку, да, вот, ее головушку, у нас специальная есть палочка от Суши, с обычным фиксатором, голову фиксируем, берем ближе к вас, и, собственно, выигрываем нашу, наш придирок. Так, вот я. Я предлагаю, сейчас я вот здесь вот встану, буду делать, чтобы она вот так вот присудилась. Вот, она уже, у нее уже резкие движения, стой. Так, Вика, подожди. Давай, я вот сейчас, вот ты аккуратно ее. Сейчас подожди. Не, 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 она сейчас бросится. Ничего не бросится. Вот, у нее сейчас может трястись, конечно, хвост. Подожди, давай ты крышку уберешь? Нет, подожди, мама, она реально, она видишь, хуже кристалли. Да ничего она, нет, не бросится. Хвост знает, нет. Во-первых, мне неудобно, ты возьми крышку, а я это... Давай, а куда? Подожди, она даже не поняла, что я ее фиксирую, видишь? Держи вот так крышку, подожди, держи крышку. Давай, подожди, подожди, она сейчас... Ничего, ничего, держи, держи вот так крышку, держи, я уже почти ее взяла. Держи крышку, держи крышку. Давай, опс, 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 вот, все нормально, нормально. Вот, смотрите, у нее были резкие движения, знаете почему? Потому что, вот сейчас я немножко неприятно, вот, как мы обычно делаем, потому что, вот, у нее сейчас опять резкие движения, потому что она привыкает. Так, ей сейчас неприятно, то есть я ее сейчас фиксирую, да? Я ее сейчас фиксирую, она сейчас вспоминает, мюхает, вот, вот опять куснула, как бы, но, в принципе, у нее сейчас идет напряжение. Вот, может, что-то она, она похоже, это... Короче, надо ее немножечко, сейчас она попривыкнет. Вот, сейчас она попривыкнет. Ау, блин, больно же? Так, ты, блин, коза такая, вот она меня уже три раза крует, она меня вкуснула. Три? Да, ну, еще три раза вкуснула. Ну, ничего, мы привыкаем. Вот, собственно, мейсовый полос, да? Мейсовый полос. Давай-то, аккуратней. Вот, да. В общем, я пока не знаю, как с ней еще обращаться, да? Это, давай, поаккуратней, на меня ее не надо. В общем, я ее боюсь, хотя я ее сама не мыла, но ладно. Слушай, мы ее давно не мыли, она, кстати, как-то она... Ее мыть надо? Ножечко воняет. А, точно, мыть надо. Короче, это постоянно стресс. Но, чем больше она у вас будет на руках, чем больше она будет на руках, тем будет лучше, да? Сейчас пока, я пока не знаю, как... Короче, ребята, это день первый, день первый, вот. Собственно, вот, меня два раза уже куснули, вот, меня два раза куснули, ну, вот, она, в принципе, она привыкает, она привыкает, и сейчас мы ей покажем, как они могут ползать на коленочках. Вик, посмотри на видео, как, чтобы было видно, сейчас мы подвинем чуть-чуть назад. Все видно, пока что. Давай. В общем, ну, чтобы вы понимали, царапает змея, как котенок. Да, да, еще тут не сильно видно, это не так уж и больно. Больше пугает. Конечно, он еще агрессивный немножко, да? Или она. Или она, вот. Можно даже немножечко... Давай я стул тебе подвесу. Вот так вот немножечко присесть, да, но, вот, я даже могу ее вот пустить вот так вот на этот... Нет, не надо, там же видно. Вот, а я могу пустить ее немножечко так вот на коленку. Ну-ка, сейчас я пойду. Также, если вы хотите гулять со змеей, приучайте ее сидеть на шеях, либо между пальцами. Также, надо... Ну, что ты вот опять у тебя... Я не могу найти резкие движения. Она тебя кусает? Нет, сейчас она мне не кусает. В общем, надо, чтобы змея привыкала к тому, как вы ходите. Погуляйтесь по квартире, например, со змеей. Либо вот так, либо... Ну, то есть, чтобы она либо на пальцах сидела, либо на шее, то есть вокруг. Тогда она будет уже привыкать. С возрастом она уже, ну, привыкнется, что вы ее берете. Лучше брать ее каждый день. Но, если вы ее покормили, берите ее через три дня лучше, чтобы она привыкла и не было... Чтобы у нее пища немножко переварилась, как бы, и она... Ну, сейчас вот мы видим, да, что она все равно, как бы, у нее... Во-первых, мы ее давно на руки не брали. Во-вторых, у нее еще сейчас идет стресс, потому что она не понимает, она нюхает. Змеи, кстати, они хорошо видят, да, и у них... У них стопроцентное зрение. У них стопроцентное зрение, да, но они что? Но они не слышат. Они не слышат. Вот, они не слышат, но они стопроцентно хорошо видят. И у них прям обоняние развито очень хорошо. Поэтому, когда она вырастет, можно уже с ней гулять. Вот, сейчас она тоже исследует Викины волосы. Вот, она просто нюхает. То есть она пока... Пока она пока нюхает. То есть ей это интересно. Мы для нее, как теплое дерево. Вот, и, собственно, чтобы... А, ну, стой. У нее толстая, она сейчас на тебя накакает. У нее толстая середина, она может на нее накакать? Ну, видишь, хвост, раз, и она возле попы, и... Круче, раньше так она не пахала, блин. Надо знать, что... А чем она? Пожжу. У нас прошел месяц или полтора. Ой, фуу. Да, вообще, как будто кто-то сдох. Короче, ты ее воняет, покажешь? Мы меняли... Нет, мы, подожди, у нас просто полтора месяца прошло, да? Короче, надо сейчас поменять кокосовую стружку полностью. Вик, кстати, давай вот сейчас, прям сейчас, надо поменять. Или в чисто контейнер сделать. Хочу еще кое-что сказать. Минус содержания мейсового полза есть, наверное, только два. Во-первых, сколько стоит? Содержать змею стоит примерно плюс террариум и все остальное, примерно десять или пятнадцать тысяч. Ну, да, если вы берете змею, все содержимое, коврик, подогревающий, там, грунт, собственно, стоимость самой клеи. И второй минус в том, что змея сама нечистоплотная. Если она нагадит или что-то сделает, она может размазать это по всему террариуму. Это тоже минус. Еще ее экстременты сильно пахнут. Это тоже достаточно хороший минус. Кстати, может, что-то пахнет от ее экстрементов. Я же говорю, он просто на нагаде. Змея также... Есть еще, кстати, факт. У нас сейчас, кстати, застыло, и очень ей так хорошо, она пригрелась, и тепло. Не ядовитые змеи, у них круглые зрачки. Если зрачки, как у кошки, то... Вот, то есть, глаза у нее вот такие, то значит, она не ядовитая. А если глаза, как у кошки, то она ядовитая. Например, как у гадюки. Можете забить в интернете. Кстати, у нас она уже один раз полиняла. У нас есть... Да, я же могу показать. Сейчас я покажу. Иди, покажи. Вот, она у нас уже один раз полиняла. И как бы здесь, когда они линяют, их лучше вообще не трогать, потому что... И кормить. Да, и кормить, потому что у них белеют глаза, в общем, все белеет. Можете, я расскажу. Я знаю точно. Вот сама Ленька. Вот, то есть, у нее даже линяют глаза. Что могу сказать про Леньку? Лучше, чтобы она полиняла вот так. Это очень хорошо. Если она линяет кусками, это значит, что, ну, либо что-то случилось, либо вы не увлажняли ее. Если там не влажность плохая, то это может тоже оболезть. То есть, если у нее остаются куски, они могут засохнуть и прилипнуть. Это очень плохо, и оттирать их достаточно не надо. Как она линяет? Сначала она становится бледной, даже глаза. Это стадия Леньки. Вторая стадия, когда она становится, опять же, вот такой бледной, ну, вернее, нормальной, то это значит, что она уже скоро полиняет. Все. Потом она уже все линяет. Вот. При Леньке ее ни в коем случае нельзя кормить. При Леньке ни в коем случае нельзя кормить. Почему? Когда вы кормите змею при Леньке, ее кожа растягивается и может привести к срыву. Срыв это тоже очень плохо влияет на змей. Это может тоже заболевание, она может отказаться от еды. Также еще интересный факт, когда она высовывает в язычок, это значит, что она нюкает. Вот так вот. Но, как видите, у нас обычный контейнер. Скорее всего, в будущем мы купим террариум. Да, растут они примерно, ну, вот они линяют раз в месяц, да, и как бы вот наша семья. И растают они до двух метров и больше. Идет этот разряд, посмотри. Да, если ты кусаешься. Да, да. Она не видит, когда ее гладит. Гладить ее, значит, тоже. Она напряжена, вот я реально сейчас, она не может расслабиться, короче. Она, вот если, допустим, я держу, да, вот она нормальная, вот ей хочется исследовать, вот она ползает.